Город это хозяйство большое, где нужен такой крепкий хозяйственник, такой с силой воли, с кулаком где-то, может стукнуть по столу, потому что проблем там много. Ударить кулаком по городским проблемам готов Александр Шестаков. Он предприниматель, организатор музея мототехники, байкер и меценат. Помогает восстанавливать церковь в селе Барабаново. Он решил побороться за кресло мэра, потому что чувствует, что может помочь Красноярску. Говорит, вся его программа так или иначе построена на решении проблемы экологии. Говорит, власти должны неустанно бороться с загазованностью и не просто кошмарить чадящие автосервисы. Нужно модернизировать транспорт, очистные сооружения, вынести промышленные предприятия за черту города, вернуться к созданию системы речного транспорта. На правый берег было бы удобно. И сейчас даже существует технология, что это работало все в зимний период. Потому что все-таки у нас зима длинная, ну и лето там, я думаю, что 8 месяцев этот транспорт можно без проблем использовать. Вот это экологично и для этого не нужны дороги. Для река есть уже дорога. А это один из самых молодых претендентов Павел Шаповалов. 28 лет закончил Институт нефти и газа, работает инженером. В активном поиске своей второй половинки. Павел намерен вернуть город красноярцам, чтобы именно люди принимали решения. Чтобы мегаполис развивался для них, а не для корпораций, которые, по его мнению, фактически всем заправляют. При этом кандидат признается, что далек от политики. Он намерен, как технарь, выявить главные городские проблемы и решить их без лишней болтовни. Кровь. Города и края пьют три корпорации. И хотелось бы эту ситуацию развернуть. Развернуть в ту сторону, чтобы у нас слышали мнения граждан и они более усиленно представлялись городским советом. Это моя позиция. У претендента на пост мэра Алексея Аксюкенко политического опыта больше. В мэрии Красноярска он работал с 1999 по 2017 год. Дослужился до заместителя главного архитектора. Алексей говорит, нынешний конкурс на право занять пост мэра – это хорошо срежиссированный спектакль. О том, что Сергея Еремина хотят заменить на Владислава Логинова, стало известно уже давно. Аксюкенко уверен, что краевые власти планируют провести формальный конкурс, не привлекая большого внимания. В программе Алексея сокращение чиновников, упразднение районных администраций, решение мусорных проблем и многих других. Я считаю своим главным оппонентом внутриполитический блок правительства Красноярского края. Потому что именно они задают тренды и они влияют на волеизъявления депутатского корпуса. Если завтра щелкнут пальцами и поступит сигнал голосовать за Войцеховского, Шадрина, Шестакова, кого угодно, депутаты проголосуют. У еще одного кандидата Алексея Полковникова главная цель завести в Красноярск газ. Претендент говорит, что он безработный и бездомный. И винит в этом власти, которые якобы пытаются наказать его за борьбу с произволом. Интервью с Полковниковым записали наши коллеги из Красмеш. Первым делом, если меня комиссия выберет почти головы города, будет приказ. Первый приказ о поставках газа в Красноярск немедленно. Всем претендентам на пост мэра еще предстоит продемонстрировать свои ораторские таланты, но теперь уже конкурсной комиссии, которая выставит им свои оценки. Этот этап намечен на 8 сентября. Примечательно, что большие оппозиционные политические партии в нынешних выборах не участвуют. Коммунисты заявили, что выборы должны быть всенародными, а играть в поддавки не имеет смысла. В ЛДПР процедуру тоже игнорируют. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Новости ТВК.